Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, позвольте представить вашему вниманию презентацию на тему переоперационная антибиотика-профилактика при радикальной цистектомии. Современным стандартом лечения мышечно-имвазивного рака мочевого пузыря является радикальная цистектомия, которая считается единственным эффективным методом лечения, позволяющим достичь полного избавления пациента от опухоли. Радикальная цистектомия с различными методами деривации мочи сопровождается развитием осложнений различной категории тяжести и наиболее частыми и тяжелыми осложнениями. Это считается осложнение инфекционного характера. Частота этих осложнений может достигать около 25%. Даже после лапароскопических и роботососитированных цистектомий осложнений инфекционного характера в примерно 40% случаев являются причиной повторной госпитализации пациента. Согласно современной классификации операций в отношении к контоминации хирургического поля, радикальная цистектомия относится к чисто контоминированным и в определенных ситуациях грязным оперативным вмешательством. Целью настоящего исследования было изучение влияния вида переоперационной антибиотикопрофилактики на результаты радикальной цистектомии, а также изучить результаты пред- и интероперационного бактериологического мониторинга. В исследование включено 161 пациент, которым была выполнена радикальная цистектомия с различными методами отведения мочи с сентября 2014 года по октябрь 2016 год. В зависимости от вида антибиотикопрофилактики были сформированы три группы. В первую группу включены 57 пациентов, которые получали вторхиналон третьего поколения. Во вторую группу 72 пациента, которые получали защищенные пенициллины. И в третью группу 27 пациентов, которые по тем или иным причинам получали карбопенему. Пять пациентов, которые получали сульперозон, были исключены из дальнейшего анализа в связи с малой выборкой. В выборе антибиотика ориентировались на факторы риска развития инфекционных осложнений, на результаты бактериологических посевов мочи, которые брали до операции, на аномнистические данные пациента, данные о предшествующей проводимой ранее антибиотикопрофилактике или антибиотикотерапии и предшествующей инфекции. Кроме того, оценивалась индивидуальная непереносимость пациентам того или иного препарата и наличие препарата в клинике. Перед операцией выполнялось исследование мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. И в конце основного этапа операции перед ушиванием раны брюшной стенки проводилось взятие двух образцов лаважной жидкости из брюшной полости с целью микробиологического исследования. Возраст пациентов, которые вошли в данное исследование, варьировал от 31 до 82 лет. И большую часть пациентов во всех группах была представлена пациентами старшей и пожилой возрастной группы. И средний возраст всех пациентов составил около 62 лет. Большая часть оперированных пациентов во всех трех группах представлена мужчинами. И основным показанием для выполнения радикальной цистектомии был рак мочевого пузыря различной стадии. В остальных случаях операция была выполнена по поводу опухолей органов малого таза с прорастанием мочевой пузырь. Во всех трех группах в основном пациентам была выполнена более сложная ортотопическая реконструкция мочевого пузыря. И как видно на данном слайде, по этим показаниям, по этим характеристикам пациентов отличий в группах не было. В группе карбопенемов предоперационных посевах мочи чаще выявлялась микрофлора, это 74 пациента. И хотелось бы отметить, что в группу карбопенемов вошли пациенты, которые были ранее прооперированы в других больницах, то есть которые имели какую-то назокомиальную инфекцию. Кроме того, в эту группу вошли пациенты с большим числом случаев ожирения, сахарного диабета. Хотелось бы отметить, что в группу карбопенемов вошли именно те пациенты, которых риск развития инфекции в области хирургического вмешательства у них был больше. Предоперационные посевы в мочи в общем почти в 50% случаях оказались позитивными. Посевы лаважной жидкости из брюшной полости почти в 60% случаях оказались позитивными. Микробиологический пейзаж мочи и лаважной жидкости у пациента в основном отличался. Эти данные являются дополнительным подтверждением того факта, что радикальная цистектомия является чисто контоминированной, больше даже контоминированной и в некоторых случаях грязной операцией. На данном слайде изображена микрофлора, которая была выявлена в предоперационной моче. Как вы видите, большую часть флоры представлена это энтерококкус фекалис, эшерихиаколи и эклипсиелопневмония. При анализе флоры, выявленной из лаважной жидкости, также наиболее часто были выявлены энтерококки, эклипсиелопневмония и эшерихиаколи. Я хотел бы еще дополнительно отметить, что микроорганизм, продуцирующий бета-лактомазы расширенного спектра действий, составил из всех этих бактерий около 10%. Процент положительных смывов из брюшной полосы во всех группах составил около 59% и тоже почти не отличался. Послеоперационный койко-день составил в среднем 21 день и тоже значимой разницы в этих группах не было. Длительность стояния назогастрального зонда у пациентов после операции при нормальном восстановлении функции желудочно-кишечного тракта хоть и несколько был ниже в группе карбопинемов. Однако сравнительно с другими группами значимой разницы тоже у них не было. Но если оценивать длительные гастростазы и парезы, видно, что в группе фторхеналонов и защищенных пенициллинов они возникали значительно чаще. В группе карбопинемов длительные парезы и гастростазы возникали в 7,5% случаев. И хотелось бы еще сказать, что у всех этих пациентов парез удалось купировать консервативно, без каких-либо оперативных вмешательств. Тяжелые осложнения по клавианам и необходимость в повторных операциях встречались в группе фторхеналонов и защищенных пенициллинов. Тогда как в группе карбопинемов после операционных период протекал более благоприятно, без каких-либо тяжелых осложнений. Необходимость смены антибиотика возникла примерно у 1,3 пациентов в группе фторхеналонов и защищенных пенициллинов. И у трех больных, это примерно 4% случаев, был летальный исход. Причиной смерти в двух случаях была тромбомболия легочной артерии, и в одном случае это острая сердечно-сосудистая недостаточность. Таким образом, радикальная цистектомия является операцией с крайне высоким риском инфекционных осложнений. Адекватная переоперационная антибиотика-профилактика позволяет значительно улучшить результаты этих операций. Исследования в области этиологии и профилактики инфекционных осложнений после радикальной цистектомии с кишечной пластикой необходимо продолжить. Спасибо за внимание.